Чуть более часа назад стало известно, скончался Эдуард Лимонов, писатель, у которого в жизни уместились и литературное творчество, и участие в событиях острых и сложных. Ему было 77 лет. Не хочется упустить такую возможность, услышать авторское прочтение. Что-нибудь из вас... Ой, слушай, я это... Давайте я лучше что-нибудь станцую. Никто бы не удивился, если бы он и вправду станцевал. Везде и всегда Лимонов мгновенно находил кратчайший путь. Удивнилочки, оказавшись в которой, публика будет сильно впечатлена. А лучше шокирована. Так, словно перед ними не писатель вовсе. Впрочем, и жизнь его писательской не была. Единственная дорога для юноши моего возраста, это была или тюрьма, или же завод. В заурядном поселке под Харьковом Эдуард Савенко сменит десяток рабочих профессий. От грузчика до столевара. Научится шить самопальные джинсы и скупит деньги на переезд в Москву. Как портного его высоко ценил сам Акуджава. Но мало кто знал, этот крепкий парень пишет лирические стихи. И в демонстрациях участвует совсем не первомайских. Он и псевдоним себе взял. Лимонов. Кислый до нестерпимости. Сложилось два образа русского писателя. Писатель советский и писатель диссидент. Но я автор совсем другого сорта. Не официальный, но и не диссидент. Людям сложно понять, что можно быть кем-то другим. Убежденный антисоветчик, скажет суровый председатель КГБ Андропов. Лимонова лишат гражданства и выбросят из страны, как гнилой фрукт, на помойку. И на свет появится Эдичка. Полунищий эмигрант, выживающий словно сорняк в джунглях Нью-Йорка. Все было написано честно, и я не щадил себя. Я же не скрывался, я никуда не прятался. Природная витальность, беспредельная любовь к жизни делает его прозу тонкой и чувственной, даже если речь о затхлой атмосфере мегаполиса из стекла и бетона. Герой Лимонова живет в режиме бесконечной исповеди. А сам писатель в постоянном конфликте. Едва выбравшись из Союза громит в прессе мир Чистогана и акул капитализма. Дело заканчивается увольнением из газеты. Работая помощником официанта, называет Бродского американским поэтом и обвиняет уже признанного всеми мэтра в дешевом конформизме. Сына Бродского спрашивает, вы читаете отца? Он говорит, да нет, ну типа, конечно, читаю, знаю, но мне близок Эдуард Лимонов был купить. Я думаю, Бродский на своем венецианском кладбище два раза три перевернулся в кровь, вот ужасно. Его Дон Жуанский список издания в нескольких томах, им самим написанное. Одних только официальных жен было пять. С третьей моделью поэтессы и певицей Натальей Медведевой Лимонов, уже примелькавшийся ФБР, переедет в Париж. Когда жизнь началась, мы танцевали здесь, на колени валясь. В городе любви он пишет, публикуется, получает гражданство, заводит влиятельных почитателей и вступает в ряды французских коммунистов. Но настоящая жизнь не там. Постоянно выясняя отношения с женой, любовницами и друзьями, Лимонов, будто объявивший войну всему миру солдат, ищет свою пулю. Все чаще в буквальном смысле. Я себе контактные линзы купил. А контактные линзы? Знаешь, почему я контактные линзы купил? Потому что я в драке очки расколотил себе. При первой возможности возвращается в Россию. Свои лихие девяностые он начинает с поездок на войны. Абхазия, Приднестровье, Югославия. Лимонов везде рвется на передовую. Не с блокнотом, а с оружием в руках. В Боснии человек дал мне свою шинель полковника, и он погиб рядом со мной. Буквально? Буквально через несколько минут, да. Что случилось? Ну, застрелили его. Снайпер. О войне он пишет и говорит так много, что логичное развитие сюжета – уход в политику. Разумеется, в радикальную оппозицию ко всему. Надо было обратиться к другому способу ведения войны. К партизанской войне и перенести войну в американские и европейские города. Если бы я был сербским президентом, я давно бы уже это сделал. Основанная им национал-большевистская партия что к националистам, что к большевикам отношения, конечно, не имела. Русскими Дед Лимон, партийная кличка, считал всех, кто говорит и думает по-русски. А среди исторических лидеров особо ценил Муссолини, который, в свою очередь, большевиков презирал. Каша в политической программе компенсировалась эстетикой далеко за гранью пола. Флаг НБП похож на фашистскую символику, одежда активистов на форму гитлеровских штурмовиков. Безумный эпатаж, ставший нормой жизни вождя, ломает судьбы тех, для кого все происходящее всерьез. Сотни ребят окажутся на скамье подсудимых. А кто у нас судья? Десятки, включая самого Лимонова, в тюрьме. Для чего? Зачем? Лимонов работал не на результат. Важен был сам процесс, чтобы все было красиво и как будто по-настоящему. Троцкий, прическа, очки и бородка, как ролевая модель. Он ведь тоже любил молодых девушек и пламенные речи. Вслед за командантом Фиделем он повторял. История меня оправдает. Еще бы, ведь свою историю он сам писал всю жизнь. Талантливо, безжалостно и ярко. Говорил, самое страшное, что с ним было, не любовь. Но еще больше боялся умереть не героем. Герой, он там остался где-то в Нью-Йорке навсегда, на Бродвее. Ему всегда будет чуть меньше 30 лет. И он там будет бродить до тех пор, пока книгу будут читать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова